В России могут запретить американские продукты и лекарства. В России могут запретить американские продукты и лекарства, а также перестать брать на работу американцев. Подробности расскажет Аскар Басыров в обзоре мировых новостей. Здравствуйте, студия Аскар Басыров, и это мировые новости. Кажется, это не закончится никогда. В ответ на целую кучу санкций со стороны США, последние из которых, кстати, обвалили рубль и фондовые рынки, в Госдуме наконец-то разразились ответными мерами. Мол, хватит это терпеть, у нас тоже есть гордость и все такое. Хватит это терпеть! Что же придумали наши депутаты? Фантазия на этот раз сработала хорошо, хотя с этим у думцев никогда не было проблем. Вводятся ограничения импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции и лекарств, за исключением тех, аналоги которых не производятся в России. Вводятся запреты или ограничения экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов. И отдельно прописана возможность запрета на привлечение высококвалифицированных специалистов, а также повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов. И это не считая прекращения международного сотрудничества. Не гладь мои иголочки! И не писай мой голосок! Самые горячие головы предлагают перестать поставлять в США титан для боингов и двигатели для ракет. Общий посыл такой – перед нами враг и все ограничения нужно просто принять ради страны. Мол, не попьете американские виски, не покурите американских сигарет, этим и поможете стране. Точнее, вас заставят помочь. А на вопросы может не стоит бить по своим же гражданам, как в случае с лекарствами отвечают как депутат Петр Толстой. Мол, попьете лучше боярышника кору дуба и все пройдет. Речь, напомню, идет не о редких сырах и хамоне, а о лекарствах. Полный список того, что нужно запретить, впрочем, будет составлять правительство на основе некоего анализа. В Думе настроены очень серьезно и закон пройдет быстро. И в данный момент ясно только одно – санкции – это надолго. Далее к новостям региона. В Башкирии ожидается вторая волна паводка. Уровень воды в реках пока нестабилен. Он то падает, то повышается. Наибольший роз зафиксирован на реке Уфа в районе Шакши. В зонах возможного потопления остается микрорайон Нижегородка, Затон и дорога на Казарес. В Базилевке талыми водами уже залило несколько садовых товарищей. Зубово оборудовали дамбу и продолжается откачка воды. Спасатели дежурят круглосуточно, проводят профилактические рейды. Красный, желтый, голубой – выбирай себе любой. В Уфе начались разноцветные субботники. Акция продлится до конца мая. В эти выходные эстафету открыл Октябрьский район столицы. К уборке присоединилась и наша съемочная группа. Семь районов, семь суббот и семь цветов. Каждый район как цвет радуги. В эту субботу в красных футболках на набережную Уфы пришли родители с детьми, пенсионеры, студенты и школьники. Все те, кому не все равно, в каком городе жить. Оказалось, что и название выбрано не случайно. Радуга объединяет все цвета, а город объединяет все районы. Это дружба, это свет, это доброта, это чистота. Поэтому радуга, поэтому разноцветные субботники. Люди пришли не только убрать мусор, но и помочь семилетнему Ильдару Сафронову. У мальчика тяжелая форма ДЦП. На лечение требуется 180 тысяч рублей. Деньги хотят собрать благодаря раздельному сбору мусора. Стекло и пластик складывают в отдельные пакеты и отдадут на вторсырье. Раздельный сбор мусора – это наша фишка. То есть нет смысла собирать мусор разбросанный и отправлять его в черкасы. Мы хотим разгрузить свалки. Поэтому мы разделяем и показываем, что очень много сырья, которое можно отправить на переработку. Деньги от этого мы передаем. В благотворительных целях конкретному ребенку, Сафронову Ильдару. Организаторы признаются, что от собранного сырья получат не так много, как хотелось бы. Например, если газель до отказа загрузить пластиком и стеклом, стоит все это будет всего 600-650 рублей. Но даже это реальная помощь Ильдару. Мы надеемся, что этот мальчик в скорое время вылечится и будет таким же, как и мы, ходить по субботникам и собирать мусор, делать город чище. Всего в акции приняло участие около 200 человек. Чтобы очистить набережную Сипаилова, приехали добровольцы из Нижегородки, Затона и Черниковки. Общими усилиями они собрали 38 кубометров мусора и почти 100 килограммов сор сырья. Когда чисто и порядок, и гулять приятно. И потом все равно, и молодежь гуляет. Приучать надо молодежь. Ну вот младшие дочки показать решили, что вот так вот нужно делать, чтобы она не мусорила. Понимаете, все же с нас начинается. Вот если даже сегодня мы приехали с племяшками и даже они уже понимают, что становится чище, значит мы уже меняем нашу уху. Надо меньше мусорить и уважать место, в котором мы живем. Хоть у меня сейчас идут уроки, но я, конечно, когда мама сказала, что можно собраться и поехать на субботник, все вместе, я, конечно, согласилась сразу же. Следующим эстафету у разноцветных субботников примет Демский район. Он пройдет 21 апреля в оранжевом цвете, а завершится экологический марафон только 26 мая в Затомском сквере Молна. Если вы тоже хотите присоединиться и сделать город чище, полный график проведения субботников можно найти на сайте администрации или в группе ВКонтакте «Чистые Уфа». ВДВ, Воздушно-космические силы и Нацгвардия. Около 5000 человек из Башкирии пополнят ряды российской армии. Весенний призыв начался 1 апреля и завершится 15 июля. В этом году повестки получат юноши с 1991 по 2000 годы рождения. Кардинальных изменений в службе не ожидается, а срок останется прежним – один год. Весной этого года мы также не будем принимать, как и в 2017 году, призывников на военную учащихся по летжах, а представим на срочку до окончания учебного заведения. Это поправка федеральной закона. Воинская обязанность военной службы вступила в силу с 1 января 2017 года. Республиканский военкомат подвел итоги и за прошлый год. В 2017-м военную форму надели более 10,5 тысяч человек, а еще 24 тысячи молодых людей получили отсрочку. Активную работу вела системе, кто не хотел отдавать долг родине. Пять уклонистов привлечено к уголовной ответственности, а около 400 – к административной. Кроме того, 8 призывников отправилось на альтернативную гражданскую службу. Служба альтернативного удлиняет службу 21 месяц, но бывает и 18. Это когда в воинских частях, но альтернативной службы. Снег растаял, можно танцевать. Компания Уфанет продолжает подготовку к весеннему балу. Выпускники 2018 отправились репетировать вальс, хоровод и рок-н-ролл в парке Уфы. Какие танцы нравятся одиннадцатиклассникам и почему им не сидится дома, они рассказали нашей съемочной группе. Полонез, школьный вальс, бранль, хоровод, рок-н-ролл и флеш-данс. Движение этих танцев многим знакомо, ведь весенний бал в этом году проводится уже в седьмой раз. До этого выпускники репетировали их в школах, а сейчас вышли в парке и на площади города. Замечательное настроение, так много людей, так много знакомых. Все такие радостные, веселые, у всех так много энергии. Я обожаю эти танцы, все очень здорово. Я не жалею, что вышла из дома, выбралась. Это было очень классно. Да, мы все собрались вместе, это очень круто. Мы только учимся сейчас. Но я тренировался, просто она не знает. В общем, мы сразу танцевали, я ее как бы чуть-чуть учил. Егэ же скоро будет, нервы, все такое. А эти танцы как бы развеют обстановку. Это последние дни, когда мы, в общем-то, вместе. Скоро выпустимся и будем встречаться реже. Конечно, мы сейчас ценим каждую минуту, когда вместе. А когда вот так вот здорово, весело, с хорошим настроением, танцы. Вот я думаю, у нас сегодня такой позитивный заряд. Правда, девочки? Правда, мальчики? Солнечно и дома скучно сидеть. А так тут интересно и полезно. Атмосфера замечательная, заставляет со всеми общаться и быть в одном коллективе. Дети, взрослые, выпускники, организаторы и учителя. В репетициях весеннего бала принимают участие совершенно разные люди. И даже случайные прохожие. Одни присоединяются к танцующим, а другие вспоминают молодость. Молодцы большие. Есть что посмотреть, и есть что вспомнить свое. А сейчас вообще шик. Такое впечатление, что я такой же молодой становлюсь. Около тысячи человек приняло участие в первой городской репетиции весеннего бала. Это выпускники уфимских школ из Демского, Уфимского и Октябрьского районов. Нашлись и любители танцев из Булгакова, Нурлино, Нагаева и других населенных пунктов. Иногда желающих так много, что ребятам не хватает пары. Но они не отчаиваются, ведь если есть настроение, всегда найдется с кем потанцевать. Отлично. У нас кавалеров катастрофически не хватает. Мы не знаем, что делать. Но все равно, все очень классно, все очень понравилось. Вообще шикарно. Просто от души. Своей самой лучшей партнершей, вот она. Наши партнерши убежали к другим пацанам. Ну а мы как друзья решили друг друга поддержать. Вообще обожаю. Всю жизнь только танцую. Больше ничем не занимаюсь. Столько вот людей, вот посмотрите вокруг. Классные такие красивые ребята. Не все, конечно, но замечательно. Где еще, когда бывает такой праздник? Мне нравится, вот я горю этим, вот прям не знаю. Я хочу тоже принять счастье. Прям это вот не дома сидеть просто. Я проявляю инициативу свою. Я активный гражданин. Когда вы постареете, будете старые, что вы будете рассказывать своим внукам? Что я сидел дома, я не ходил на вальс. А так столько воспоминаний. Тут можно познакомиться с огромным количеством людей. Встретить старых знакомых. Ходите и не пропускайте репетиции. Еще одна цель всех наших городских репетиций, кроме того, что мы общаемся, знакомимся, создаем мощный энергетический заряд во всем городе Уфа перед весенним балом, перед 26 мая. Это, конечно же, научить ребят новому опыту, опыту танцев на большом пространстве, на улице, потому что не все ребята это еще умеют делать. Напомним, что весенний бал 2018 пройдет 26 мая на Советской площади. А следующая репетиция под открытым небом состоится 20 апреля в 18.00 на площади Конгресс-холла. К участию приглашаются все желающие. Гульфия Мухаммадшина, Алина Таюпова, Александр Кузнецов, Никита Бычков. Городской телеканал ЮТВ. А в Уфе подвели итоги сезона по мотогонкам на льду. В пресс-конференции принял участие шестикратный чемпион мира Дмитрий Колтаков. Представитель нефтекамского клуба недавно вернулся из Нидерландов, где завоевал очередной чемпионский титул. Для меня, в принципе, этот сезон вообще самая удача, наверное, в моей спортивной карьере. Хотя в том году я завоевал тоже эти же самые титулы. Но по этому сезону я чувствовал себя сильнее и досрочно стал уже чемпионом. Каждый титул добавляет сил, больше уверенности. Огромный потенциал, выше на голову своих соперников. Я наблюдал за всеми этапами. Один ездит. Такое ощущение, как будто ездит снегоуборщенная техника, лед чистит, и он на мотоцикле между ними. Ямочный ремонт продолжается. Напомним, горожане могут отметить ямы на интерактивной карте администрации. Мы решили проверить, как же работает сервис и как быстро их устраняет. Выбрали участок дороги на пересечении улицы Сеченова с Караидельской и Тамбовской. 5 апреля мы отметили яму. Прикрепили фотографию, добавили описание. А 12 числа уже стояла отметка, что ремонт по заявке выполнен. Кстати, на карте появилось еще несколько заявок рядом с нашей. Также с отметкой «Ремонт выполнен». Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Отправившись на место, мы обнаружили свою яму в первозданном виде без малейшего намека на ремонт. Справедливости ради отметим, что по соседним заявкам неровности были устранены. Помимо ям, с приходом весны у водителей появляется еще одна головная боль – сезонный шиномонтаж. И вот тут возникает немало вопросов. Когда лучше переходить на летнюю резину и как хранить колеса? А еще на что стоит обратить внимание при выборе шиномонтажного комплекса? Ответы у Марата Ганеева. Несмотря на то, что календарная весна уже в самом разгаре, синоптики не рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю. Переход среднесуточной температуры воздуха через 5 градусов по климатическим срокам происходит на территории нашей республики с 18 по 25 апреля. Напомним, до плюс 5 летние шины теряют эластичность, что может увеличить тормозной путь автомобиля до двух раз. Также в соответствии с техническим регламентом на шипованной резине нельзя ездить только в летние месяцы. Но большинство автовладельцев уже сейчас берегут шипы, рвутся в сервисы и переходят на летнюю в начале апреля. Обычный сезон начинается с 1 апреля. Подготовка идет с 20-25 марта. Но в этом году откручивается буквально на месяц. И то есть сейчас только идет подготовка и некоторые люди только переобувают. В основном начинают переобувать внедорожники и большие машины. А значит владельцам легковых машин торопиться не стоит. Весенняя погода может переподнести сюрпризы, особенно на трассах. Также не стоит забывать и о правильном хранении колес. Если они в собранном виде, то их можно сложить стопкой друг на друга или держать в подвешенном состоянии. Если же у вас только шины, их необходимо хранить стоя, не давая нагрузки сверху. Категорически запрещается хранение покрышек без дисков в подвешенном состоянии на крюках, потому что может произойти залом борта. В преддверии шиномонтажного сезона повсеместно открываются и временные мастерские. Их основная цель – заработать. Поэтому к выбору сервиса нужно подходить очень внимательно. Колесо отбалансировано. Когда вы приезжаете на шиномонтаж, конечно же, вы смотрите на персонал, который вас встречает, как он с вами разговаривает и объясняет про работу, которую он выполняет. Это во-первых. Во-вторых, на то же самое оборудование, на котором он будет ваши колеса ремонтировать, делать, перекидывать. Не на всех есть мойки, что на монтажах, но металлические щетки, они должны быть при балансировке. То есть он должен почистить колесо с внутренней стороны от грязи. Потому что если он этого не сделает, после мойки у вас, конечно же, грязь смоет и появится опять дисбаланс колеса. Какую резину выбрать и в чем их отличие, а также чем грозит попадание в яму и куда обращаться в этом случае, смотрите в ближайшем выпуске автомобильного телепроекта «102РУС». Марат Ганеев, Роман Нугуманов, городской телеканал ЮТВ. На Рианмаре участники алкогольного конкурса попали в больницу. Чем может обернуться увеселительная программа, расскажет наш гость и Сергей Мирко-Здравич в своей рубрике «Из России с любовью». Здраво! Есть у нас в России такая забава, да что там забава, скорее уж даже вид спорта, скоростное распитие или алко-экстрим с приемом на грудь в особо крупных размерах. Да вы что, мужики, не русские? Да русские мы, русские. Нет, ребята, вы не русские. Ну-ка пей. Вот, теперь видно, что наши люди. Как сообщила пресс-служба управления МВД по Ненецкому автономному округу, в одном из ночных клубов города на Рианмара проходил конкурс. Участникам требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 миллилитров за одну минуту. Ну, прощай, здоровье. После чего троим посетителям, в числе которых была и девушка, заметно поплохело. После попытки выпить 15 коктейлей по 50 миллилитров каждый, им понадобилась скорая помощь. Диагнозы понятные. Алкогольное опьянение – кома. Ну а дальше – реанимация. В прошлом году в нашей стране по причинам, связанным с употреблением алкоголя, почило 100 тысяч человек. Ваше здоровье. Недавно Всемирная Организация Здравоохранения составила рейтинг самых нездоровых стран, где Россия заняла непочетное, но все же второе место. И алкоголь является одной из причин смертности. В прошлом году среднероссийский показатель смертностей составил 4,7 случая на 100 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в 2014-2016 годах в России было зарегистрировано 147,2 тысячи случаев острых отравлений спиртосодержащей продукции. В том числе почти треть случаев с летальным исходом. Но все это не останавливает потоки рекламы алкоголя с голубых экранов. Это же реклама, в том числе и нашей национальной гордости. Ну как такое? Где лучшая лодка в мире? У нас. Какая гордость? Мы же выросли на этом. Я вырос на Малаке, на материнстве. До скорых встреч! И в завершении выпуска напомню сюжеты наших корреспондентов, а также много другой полезной и интересной информации вы всегда найдете на нашем сайте. ЮТВ.ру. Номер для связи в WhatsApp или Telegram 8-987-046-54-54. И о погоде во вторник в Уфе. По данным Яндекс.Погода ночью 0, утром плюс 2, днем до 6 тепла и к вечеру вновь около 0 градусов. В течение дня переменная облачность. А вот с четверга синоптики обещают затяжные дожди до конца недели. Так что, несмотря на солнышко, зонт далеко не убирайте. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok